Мы не раз рассказывали о благоустройстве региональной столицы. Вот только далеко не всем преображение Черкеска приходится по душе, и они вносят негативную лепту в оплик города. О том, как минимизировать последствия от набегов вандалов в сюжете корреспондента Артура Мхце. Один любит проехаться на спор по ступеням парка «Зелёный остров». Другой проверяет на прочность детскую или спортивную площадку. Третий демонстрирует грамотность на памятном месте. Подобные акции вандализма, а также молчание очевидцев недвусмысленно намекают, что жителям Черкеска благоустройство не нужно. Части людей, видимо, нравится существовать в том мире, где нет комфорта и красоты. Взять общественные территории, уж сколько раз обслуживающей их организации приходилось заменять порванные провода, тренажёры, скамейки и не сосчитать. Осознанный вандализм – это когда люди приходят готовые с инструментом заведомо что-то поломать. К сожалению, это встречается. Поломать или украсть. Вот, допустим, если мы возьмём, перед телевидением есть парковая зона детская такая. Там стоит медведь, медведица. Стоял до этого олень. То есть кто-то пришёл с пилой, отпилил олень у рога. И в тот день, когда мы уложили резиновое покрытие, в тот же день она была украдена. Мы передаём на баланс, допустим, управляющим компаниям игровое оборудование. Да, они за этим следят. То есть текущий ремонт – да. Но если какой-то вандализм, ну и управляющие компании – это не особо интересно, потому что лишние расходы. Ну и жильцы, конечно, возмущаются. Поэтому тема острая. То ограда вдоль проезжей части пропадёт, приходится ловить нарушителей и попутно устанавливать новые конструкции. То цветы или саженцы деревьев кто-то отправит в свой палисадник. И коммунальщики вынуждены оперативно искать замену. То у скульптур появляются повреждения, несовместимые с презентабельностью. И ведь находятся те, кто видит рукотворные памятники бескультурью, но молчит. Может, их тоже всё устраивает. С вандализмом сталкиваемся регулярно. Бороться с этим. Ну, есть пассивные методы, будем так говорить, о видеонаблюдении. Активность граждан, которые наблюдают за предовой территорией. Ну, это работа, в первую очередь, в семьях, потому что зачастую, допустим, тоже игровое оборудование, которое стоит на детских площадках, оно предусматривает какую-то возрастную категорию, допустим, 5+. А когда на него, допустим, заходят дети, там, 13+, ну, никакое оборудование не выдержит. Испорченные осветительные приборы, поломанные карусели, пропавшие урны и зелёные насаждения. У каждого из подобных случаев есть, скажем так, свои авторы. То есть те, кому благоустройство в Черкесске безразличное, если не сказать противно. Лишь бережное отношение жителей к создаваемому для них комфорту, отстаивание имущества перед вандалами, повсеместная установка камер в виде фиксации нарушений способны изменить ситуацию в лучшую сторону. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия.